Добрый вечер, дорогие друзья. Скажите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно? Хороший или звук? Хороший или вид? Есть, да? Ну, хорошо. Значит, смотрите. Приветствую вас всех сегодня на нашем вебинаре, новостном. У нас сегодня он длинный, 23 слайда у меня, плюс еще несколько не влезло. Буду рассказывать. По ходу дела самое главное не забыть. Итак, буду стараться, ну, смотрите, у меня вот здесь вот тем очень много, да? Поэтому я буду стараться, чтобы не сильно затягивать, потому что если все рассказать подробно, больше часа уйдет времени. Поэтому я постараюсь минут 30-40 уложиться, чтобы мы в 8 точно закончили, да? Новости с нашей конференцией. И самое главное, я все собрал, и поэтому я сейчас это все расскажу. Плюс у нас, как всегда, будет запись. Мы обязательно делаем запись, чтобы у всех она была, и все могли посмотреть потом в записи. Итак, давайте мы сделаем так, чтобы меня чат не отвлекал. Я вижу, что звук у вас всех есть. Я поэтому возьму сейчас, отключу вопросы, да, чтобы не было именно вопросов, да, что меня люди не сбивали. А буду по очереди потихонечку вам все разъяснять, все рассказывать, все новости, все подбито очень, как бы, кратко. Итак, значит, что самое главное. Начнем. Есть у меня несколько тем именно по организации самого мероприятия. Как вы можете посчитать флажки? Их здесь 12. 12 стран было. Больше всего, конечно же, это Германия, Россия, Казахстан и Украина, с каждой где-то по 50 человек. Плюс еще Австрия, Швейцария, Польша, Турция, Белоруссия, Италия вроде бы даже была, да, и еще какие-то страны. Здесь флажки я все, как бы, не вижу, не вспомню. Был организован перевод на 5 языков, 5 языков, то есть все вы видели, да, сидели люди с наушничками. Перевод на русский язык, скажем прямо, был не очень, да, вы, я думаю, уже от тех людей, которые приехали, слышали, что немножко переводчики были на русский язык не очень. 250 человек у нас было на данном мероприятии, и немножко оно, конечно, по организации отличалось от того, на которых мероприятия мы были раньше, и многие лидеры, которые были, это отметили. Эти плюсы, минусы. Итак, далее. О, состав делегации, ну, здесь, конечно, картиночка не та, но я думаю, кто видео видел, с делегацией это не все делегаты, которые были. Здесь только два человека из делегации от Atlantic Global Asset Management. Это Антонио Рабало, да, темно лицей, скажем так. И справа Андрей Андреевич Абахумов, управляющий CEO Atlantic Asset Management. Здесь еще нету на фотографии людей от Квестра Волт, нету помощницы, нету Антонио, нету фосе Мануэля от Квестра Волта, управляющего директора. Дальше, я думал, где-то у нас, а, он на первом слайде был. Вот он, да, я вместе с ним, когда получаю сертификат. Это управляющий директор от Квестра Волт. Значит, говорит только на испанском, возможно, чуть-чуть на английском. Итак, самый главный момент, давайте я вам по очереди про каждого расскажу, потому что у нас здесь две структуры совершенно разные. Поэтому начнем, как говорится, с Хосе Мануэля. То, что я узнал немножко, что за человек и так далее, и так далее, это тот, кто у нас управляет Квестра Волт. Из богатой семьи, вхож в властные круги и структуры, и, как показала практика в общении, что для них данный бизнес – это один из бизнесов из многих. Потому что есть фабрики, где работают больше двух тысяч человек. То есть, одна из многих ветвей бизнеса широкого. То есть, вот, проживает в Испании, говорит на испанском и, вроде бы, чуть-чуть на английском. И все темы по Квестра Волт он озвучивал и его помощницы. Далее, у нас здесь есть темнокожий, это Антонио Вьера Рабало. Это президент компании Atlantic Global Management, сам урожаевец Коба Верда, там, где наша компания находится. И об этом очень много моментов было сказано. И в самый конец, как бы, именно о надежности банка опустил, вам об этом расскажу. Ему 70 лет, бывший министр энергетики Коба Верда, преподаватель в университетах. Его ученики, которые учились лично у него сейчас, один из них премьер-министр, другой глава Носбанка, на что они делали акцент. То, что очень хорошие дружеские отношения с правительством страны и вся работа Atlantic Global Management идет с поощрением и приветствием правительства страны. Что очень важно, и этот момент мы опять же в конце. Андрей Андреевич Абакум, справа вы его видите. Спрашивали, кто это такой. Это управляющий SEO. 16 лет живет на КБ Верда, как он сам это сказал. Есть его биография, его просили на закрытой конференции рассказать немножко о себе. Где он рассказал, что он и управляющим банком был. Сейчас у него в управлении 300 миллионов находится. И весь его путь, в каких он банках работал, в штатах. И все моменты эти, как бы, знают. Я попробую эту запись, аудио или видеозапись, взять и разместить. Где он полностью о себе рассказывает, там, в течение 20 или 30 минут, полностью все заслуги. И где, в каких компаниях работал, какими банками управлял. Был у него и свой личный банк. То есть человек с очень большим опытом работы. То есть самое главное, значит, я сейчас, ага, давайте дальше мы пойдем. Про рассказы всего момента. Значит, были еще, так, а вот состав делегации как раз у нас, да. Президент Агам Антонио Вера Рабала, управляющий. Косе Эммануэль Геллаберт. О, давайте про яхту. Очень важный момент. Самая интересная вся информация, скажем так, 80%. Она была рассказана на яхте. Вип-отдых на яхте был организован. Где было три яхты. Одна для премиумов с большими достижениями. И две яхты было для вип-гостей. И что самое интересное, что от, два человека всего было от нашей структуры. И восемь человек было из Германии. Что очень, скажем, было не очень приятно. Да, когда спросили, почему у вас такие большие объемы. Так, такая маленькая делегация ваша. То есть у нас с России, Казахстана, Украины, Польши. Всего два человека. Присутствовала я в том числе. И восемь человек было из Германии. И практически еще самое главное, что члены делегации с немцами хорошо знакомы. А мы там еще ни разу и не были. То есть практически хорошо, очень повезло, что немец главный. Игорь Хорст говорит на русском. И переводил все это своим немецким друзьям. И мы, в принципе, там много вопросов обсуждали. Очень многое узнали в каких-то маленьких деталях и в больших деталях. Но хотелось бы, чтобы в следующий раз, когда у нас будет следующее мероприятие, вы отнеслись к условиям более ответственно, чтобы попасть. Потому что мы плавали пять часов. Сидели на верхней палубе и пять часов обсуждали различные вопросы. То есть очень много всего было рассказывано. За пять часов, где у нас было там десять человек, и, скажем так, из них только шесть человек было наверху, которые вопросы обсуждали, а четыре просто где-то там на нижней палубе шампанское пили. То за пять часов обсудили очень много. И вот это было мероприятие сделано для того, чтобы именно премиума самые мощные лидеры могли пообщаться с руководством. Глядя на это все, я попросил руководства, чтобы, во-первых, из-за того, что был очень плохой перевод, для того, чтобы, потому что планировалось, что во второй день Андрея Андреевича Абакума будет выступать на португальском языке, потому что Кобелат – это бывшая колония Португалии, и там португальский язык, и он о нем очень хорошо говорит, так как живет там шестнадцать лет. Попросил я его выступать на русском, потому что реально переводчики были никакие. То есть мы его попросили выступать на русском, потому что от португальского толку бы не было точно. И еще момент, попросил я сделать, значит, закрытую нашу конференцию, закрытые заседания. Именно для моей команды уговорил их на это, что не было у них времени во второй день, но час выделили, час двадцать мы в итоге просидели в закрытой конференц-комнате, и там было шесть представителей России, шесть представителей из Казахстана, шесть представителей из Польши, и четыре представителей из Украины. Я в том числе. Немного вопросов могли задать, потому что людей было много, вопросов тоже много, и, в общем, кто-то что-то подспрашивал, но час двадцать это совсем не пять часов. И восемнадцать человек против шести это совсем другая разница. Поэтому все самые интересные моменты я буду вам рассказать, но в следующий раз желательно, чтобы вы постарались и попали вот на закрытые такие VIP-вещи для того, чтобы узнать информацию. Итак, далее пойдем. Это, как бы так, предисловие. Самое главное. О, значит, самое главное, что пока мы еще, мы пока обсуждали были на яхте, VIP-яхте с Игорем Хорстом, прикинули, что где-то в этом году компания привлекла от физических лиц по системе MLM, да, продвижение где-то 50-60 миллионов евро за это время. Давали официальную статистику по выплатам именно бонусов, да, именно агентам и директорам. Эта сумма была 8 миллионов 291 тысяча 832 евро. Там разбивали по частям, сколько получило людей тысяч, сколько две, сколько пять, сколько двадцать, сколько пятьдесят, сколько сто пятьдесят. Вот, полностью была разбита эта сумма. То есть мы посчитали, то есть когда-то казалось, что это большая сумма, в итоге мы когда посчитали, где-то это 12% у них уходит всего лишь на выплаты по MLM программе. Они больше, как считалось, что 15% придут бонусы, то есть думали, что больше 2-25%. Оказалось, вообще 12%. То есть ту сумму, которая у немцев, ту сумму, которая у нас, плюс еще так добавили чуть-чуть, которых мы не знаем. И вот получилось, что где-то 50-60 миллионов привлеченных и 8 миллионов выплачено по бонусу. Далее, что важное нужно вам знать. Было представлено два новых уровня для директоров. Это управляющий директор, оборот 30 миллионов евро и бонус 700 тысяч. Хотя ожидалось от многих, что это сразу будет миллион, да, то есть я тоже так думал, но в итоге дали бонус 700 тысяч и процент доходности, 15% он не изменился точно такой же, как у платного директора. То есть как у меня сейчас есть, он точно такой же, не меняется дальше, выше, дается только бонус. Второй момент, это супер директор. Здесь оборот 100 миллионов, бонус 1 миллион. И то же самое, процент доходности не меняется совсем вообще. И 1 миллион, это самый большой бонус, который можно получить. Плюс есть еще бонус для супер директора. Про него говорили, вот два раза повторяли. Вот потом в итоге только на закрытой конференции для нашей структуры, полностью нормально объяснили этот бонус. То есть бонус 250 тысяч евро для супер директора. То есть когда вы на уровне супер директора и под вами кто-то еще, ваш нижний партнер становится супер директором и получает миллион, то вы за то, что вырастили этого супер директора, помогли ему дойти до этого статуса, получаете 250 тысяч евро бонуса. Если же это вплоть до четвертой, то ли до пятой линии. То есть я не разобрался. То есть, грубо говоря, было даже речь о чем, что если вот по очереди идет вы, потом два ваших супер директора и еще кто-то внизу четвертый становится супер директором, он получает миллион, а три человека выше получает по 250 тысяч евро. Но это до какой-то линии, до четвертой или до пятой, максимально. То есть есть бонусы за то, что у вас люди становятся супер директорами. То есть вот эти бонусы, их пока еще нету, я думаю, что их скоро выставят на сайте, потому что идет, вы видели, постоянно идет обновление сайтов, информации, да. Я думаю, что как раз этим вопросом и занимаются. Вот. вот очень хорошие бонусы, потому что были вопросы у многих, какие будут бонусы, какие будут достижения и так далее, потому что вы знаете, да, что уже много, даже немного, три человека фактически к бонусу долетели 500 тысяч. Если я уже успел получить, то я знаю, что YFORST, немец главный, то ли сегодня, то ли за фадовую, или может быть уже тоже забрал, непонятно. Возможно, уже тоже взял 500 тысяч. И Константин тоже подбегает к бонусу 500 тысяч. Вот это важный момент. И все интересовались, что будет дальше, какие будут уровни, потому что интересно, стоит ли вообще работать дальше. Да, сейчас видим, что есть ради чего поработать. Хотя, бонусы не такие большие, как хотелось бы, но все же есть. Далее. Ага. Вот. Еще очень важный момент, который был рассказан. Значит, обучение в Мадриде. Обязательное. Новые обязательные контракты для директоров. Значит, что такое? То есть, объясняли первый день, очень много делали акцента именно на обучении именно директоров, агентов. То есть, в компании «План Новый План Развития» у меня этих слайдов нету, поэтому это наши ребята сделали. Поэтому здесь мы уточним, что там входит полностью. То есть, очень делали большой акцент на то, что будет обучение проходить именно в Мадриде, куда будут приглашать директоров, и в течение двух-трех дней будет проходить обучение, повышение квалификации и подписание нового директорского контракта. То есть, если агенты у нас получают договора, как и получали раньше по почте, но как только вы приходите к уровню директорскому, вы едете за свой счет, мы это уточняли, да, как нам сказали, вы неплохо зарабатываете. Если вы даже вышли на шестой уровень, у вас доходит до 50-55 тысяч евро, вы можете за свой счет прокатиться в Мадрид на два дня, пройти обучение в Мадриде, у их специалистов и топ-менеджеров, подписать контракт, именно директорский, и уже тогда будут начисляться именно бонусы денег. То есть, у них какая-то новая программа, в которой учтено, что нужно обязательно должны директора проходить обучение. Вот, это с 1 сентября эта программа стартует и с 15-го числа, с 15-го сентября уже людей ждут в Мадриде, потому что у них сейчас до 15-го СЕЕСТО, как они обещали, говорили, это каникулы весенние-осенние, даже дети до 16-го числа или вот такого только школы. Вот. То есть, сейчас у них там особой работы нет, поэтому это с 16-го числа, с 15-го числа. Что здесь важно? Что здесь важно? То есть, очень много моментов было. Значит, здесь такой момент, что если вы получаете бонус, но контракта у вас нет, у вас бонус висит в кабинете, пока вы не подписали контракт. Вы приезжаете, подписываете контракт и в течение 24-х часов вам капает бонус на вывод. Поэтому желательно нам говорили, чтобы мы не затягивали, записывались именно уже те директора, которые подходят к бонусам. Плюс, если вы сейчас 7-й уровень директора или 8-й уровень директора, съездить на обучение нужно всего лишь один раз. То есть, неважно, то есть, если вы даже уже 9-й уровень, то есть, мне тоже придется ехать и всем остальным один раз съездить, пройти обучение и подписать контракт. То есть, не обязательно ждать бонуса, можно поехать, как говорится, сразу. Но если уже человек переходит на бонус, получает бонус 20 тысяч, то здесь нужно дождаться этого перехода, записаться заранее. Как? Бонус 20, слетали туда, прошли обучение, несколько дней, подписали контракт, добрали бонус. То есть, такая система. Плюс еще, давайте я сейчас щелкну слайд, что-то здесь будет. Нет, не будет. Значит, обучение, про обучение, очень много моментов. Я сейчас посмотрю, я вижу, что одного какого-то слайда скорее всего, что нету. Так, ну ладно, значит, про обучение еще говорится о том, не знаю, будет ли дальше слайд или нет, что на, будут, от компании проводиться обучение. то есть, я не понял момента. Был даже разговор о том, что на наших, на наших академиях, которые мы делаем, да, то есть, это будет совместно с испанцами и будут представители от Испании и будет, опять же, эти академии обязательными для всех агентов и директоров, да, вплоть до каких-то санкций, если они пропускают организованное мероприятие по обучению для агентов именно от представителей компании. То есть, ну, скажем так, берутся за наше обучение и очень хорошо, потому что многие люди кричали, что вот-вот-вот надо поехать в Испанию и пока нас никого не было, для немцев что-то делают побольше всего, да, для нас, как бы, поменьше, что мы сейчас сможем ездить туда, заодно сделать красивые фотографии и всего остального, пройти обучение и уже как бы счастливые, побывав в офисе, за час обратно браться за работу. Дальше. По плану компаний, которые они озвучили, за следующий год это 17 официальных представительств открытых в странах, то есть по одному официальному представительству в стране. Там было и Англия, и Германия, но выяснилось, что в Германии там туговато, есть свои какие-то моменты, когда вот с немцами обсуждали эти вещи, и наши страны тоже там есть, да, мы будем биться за то, чтобы в Москве первая официальная представительство была, Казахстан, Украина также, и Польша, что есть у нас лидеры из Польши, очень даже активные, я с ней познакомился, мы будем давить, как говорится, в нашу сторону, но, скажем так, немцы, швейцарцы, австрийцы давят больше, потому что им ехать ближе, или не надо не есть ничего, они там могут все это легко решать вопросы. Вот, официальное представительство, дальше, что у нас еще, вот, ага, значит, что еще было объявлено со сцены, о чем говорили, значит, про документы говорили, новые же документы, у всех, инвестиционные договора уже дали от Атлантиглобал соцена, тем, кто был на мероприятии, у тех, у кого была верификация, да, потому что никому-то не дали, мы выяснили, что верификации у меня нету, как ему можно заключать договоры. Дали договора, плюс дали переводы к этим договорам, дали переводы к этим договорам, кому-то на немецком давали, кому-то на российском, но очень было хорошо скомпоновано, то есть по столам. Вот, сейчас я вам, как бы, покажу новые договора, да, то есть нет уже ленточки, здесь видите, здесь как бы по-другому они оформлены, потому что другая страна, есть и все, печати, но я еще не подписывал, я еще не подписывал, здесь, значит, подписан он, Антонио Вера Рабал, с президентом, про них я расскажу чуть-чуть, похоже, да, еще было, было, что у нас интересное, каждому, кто был, дали вот такую вот лицензию, да, инвестиционные лицензии, где внизу указаны даже реестры, где можно проверить компанию, куда заходить, что с печатями, это официальная инвестиционная лицензия, если я вам приближу, там будет написано, на что лицензии, на управление фондами и так далее, и так далее, то есть есть все моменты, которые у нас спрашивали, то есть у каждого человека рекомендую вам, кому дали, себе в офисе это разместить, когда на стене, чтобы у вас это было. Так, что у нас еще было с договоров, ну, много еще всяких инвойсов дали, то есть различных документов, которые мы уже видели, дали вот здесь на табличке, вот на такой, три реестра, где проверять компанию, все эти моменты, лицензии, сертификаты, все остальное, дали вот, у каждого есть, кто был дать такую вещь. Так, не буду я дальше углубляться, значит, по поводу документов вернемся, что такое в срочном порядке, то есть, объяснили, что очень много клиентов сейчас, сейчас надо новые договора для клиентов делать, для тех, которые уже есть и для новых, да, что очень много клиентов каждый месяц регистрируется и будет коллапс с документами, сказать, что ввели такую функцию, что можно поставить в первоочередной порядок, если вы хотите очень быстро документы, есть платная услуга, которая стоит 29,90 евро, а не долларов, и списывается она с кабинета, и вы попадаете в первоочередной порядок. Как только отправили документы тем людям, которые заказали себе платную услугу, приоритетную доставку, так оно, тогда начинают отправлять всем остальным в порядке очередности, старым и новым клиентам. Поэтому, если вам нужно в первую очередь, вы хотите быстрый документ, воспользуйтесь данной услугой, этим приоритетной доставкой, и вам документы придут быстрее, намного, чем всем остальным. Так, про документы я вам рассказал, значит, что еще? О, пояснили по кредиту полностью все, потому что со сцены рассказали о кредите, всех нюансах, когда официальное представительство открывается, вы знаете, да, мы ждем, что есть кредит, но уточнили все моменты, потому что много было вопросов. Значит, кредит можно получить директором с восьмого уровня, после шести месяцев работы директором и получения бонуса 150 тысяч. То есть, грубо говоря, нужно быть директором восьмого уровня, получить бонус 150 тысяч, имея, значит, большую структуру, и проработать директором шесть месяцев в компании, то есть, там, не восьмого уровня, там, шестого, седьмого, я так понял, там, не было ограничений поставленного. После того, как проработать шесть месяцев директором, тогда он может процедовать на кредит, и уже там была схема, вся разрисована у них на слайдах, да, но перевод был не очень, то есть там лететь опять же в Мадрид, заключать этот договор вот все это через Мадрид делается, то есть это вот такие моменты далее, ага, следующий промоушен будет не в Дубае, а именно на Каба Верде в феврале 2017 года, количество участников 500 человек на Каба Верде, потому что сказали, что там очень даже очень очень даже хорошо развит туризм и все остальное, то есть такой туристический центр, как Канары и там находится офис Атланти Глобал Сетт Менеджмент то есть у себя, как лице, на родине финансовой компании, будет это проведен промоушен никаких данных, что нужно будет делать, так далее, так далее, пока еще ничего не вывешали, просто сказали, что это будет в феврале 2017 года это хорошая погода в то время, очень там и 500 человек, вот все, все, что мы знаем на данный момент так, ага ну вот это я вам уже все показал, да документы, какие я вам присылал, в принципе, все рассказал поэтому не буду дальше повторяться тегом дальше планы и цели, о значит, все информация интересная да, потому что мы когда были значит на яхте очень мало людей это все услышало самую интересную информацию поэтому мне придется вам это рассказывать потому что немцы об этом знаем это самое главное и я знаю кому-то уже рассказывал и так значит был вопрос какой сколько работает людей в компании Атланти Глобал Сетт Менеджмент управляющих управляющих сказал, что работает у них 15 человек это финансовые аналитики это управляющие и все а все остальное у них вся работа идет на аутсофинг что задавали вопрос что это за люди 25 управляющих да на что получили мы ответ полностью два во-первых все у них управляющие все финансисты работают под псевдонимами и не хотят чтобы их кто-то знал потому что как мне он объяснил что даже он сюда летел по очень большой просьбе именно Хосе Мануэля потому что это не его задача рассказывать людям о чем зарабатываются деньги не задача управляющих вообще общаться с людьми потому что если как было сказано было сказано немножко грубо но по правде оно так возлазит 250 человек если вы будете писать мне письма в фейсбук то мне для того чтобы прочитать нужно будет потратить неделю только если все по одному вопросу напишут когда я буду тогда с деньгами работать был такой ответ конкретный ясный что никто не хочет знать из управляющих кто работает с большими деньгами где они работают с чем работают и не их задача общаться с клиентами и им за это не платят то есть было сказано конкретно им за это не платят они этого делать не будут это не входит в их задачи общаться с клиентами должны именно продавцы представители квест-рагов это их задача, это не задача Атлантик Глобус Минал, это задача управляющих. Плюс был задан вопрос, почему 15 человек, всего у них аналитиками, был также дан ответ, что сейчас у них в управлении чуть больше, чем 300 миллионов и нет надобности и таких ресурсов, чтобы содержать свой штат управляющих. Они работают полностью на аутсорсинге, как мы узнали, и на Форексе у них торгуют ребята больше 100 трейдеров компаний, но они включают компанию, есть банковские работники, трейдеры, есть отдельная компания, которая управляет именно по недвижимости, работают, отдельно компании, которые работают с туристическими отелями, строительством, есть отдельно, которая работает с IPO, тоже самое очень хорошо пояснили, что они не работают, скажем так, работают больше всего с недооцененными активами, вот, ну, дальше я буду это уже рассказывать, да, то есть цели, которые ставили в компании, это значит, сейчас у них в управлении 300 миллионов, на цель к следующему году, к концу, это выйти на 1 миллиард, тогда они расширят число работников до 30, именно финансовых аналитиков и управляющих, и за три года выйти на объем 3 миллиарда, то есть это вот такая стоит задача, ну, здесь написано цель акционерный инвестиционный фонд, это на самом деле не цель, это сейчас структура управления компанией, это и есть акционерный инвестиционный фонд, обычная структура, я не знаю, почему здесь написали цель, все это было немножко не так, про цели я вам расскажу чуть-чуть дальше, итак, дальше мы идем, ага, вот, все, понял, почему, итак, где-то слайдик опять же потерялся, да, как всегда, наш красивый, в нашей презентации, значит, по цели, что сказал управляющий Андрей Андреевич Абракумов, главная задача, да, то есть сейчас у них именно по юридическим моментам, это два раза опубликовать отчет, годовой, после чего будет подготовка выхода на IPO самого фонда инвестиционного, а также создание отдельной структуры банка, то есть который не будет входить в фонд, но отдельная структура банка, чтобы обслуживать клиентов без всяких вопросов, чтобы это все работало очень быстро, то есть свои платежные системы, сейчас они над этим работают, вот, по насчет выхода на IPO, сказал, что нужно опять же ждать юридически по закону два года, два публикации отчетов и это будут они готовить уже именно Atlantic Global Soft Management выхода на IPO, для привлечения дополнительных средств и для больших масштабов работы. Дальше, вот, прямо сейчас, то есть спрашивали, как работает компания, значит, рассказали о чем, показали эту компанию, значит, прямо сейчас они готовятся к IPO компании ТАЭЦВ, это транспортная авиакомпания Коба Верде, так как очень хорошая связь с премьер-министром, с правительством, имеют они возможность проводить работу именно с правительством, они просто с частными лицами, то есть для данного IPO, то есть вот эта авиакомпания, она находится немножко в плачевном состоянии, доведенная в прошлом правительством, очень много рассказывали про правительство и про все эти процедуры, что сейчас правительство у них поменялось и пришел правильный премьер-министр, значит, им нужно закупить 20 среднемагистральных самолетов, то ли Бойнгов, то ли с Россией будут договариваться на их не самолеты, что-то там про джет, да, я не помню, как он называется, и выводить эту структуру не будут просто вливать деньги, а будут именно по выходу на IPO данной компании, потому что у ТАЭЦВ лицензия на полеты А, это номер один мирового класса, то есть все международные перевозки, очень много было про это рассказано, я просто вам сейчас это все не перескажу, вот, но это где-то инвестиции 250 миллионов в данную компанию, если это по подготовке к IPO и создании очень хорошей компании, такой вот, то есть мирового уровня, да, для продажи, плюс вопрос от того, какие самолеты они возьмут и будут уже думать от того, с кем договорятся, если с американцами, то на американской бирже будет выход на IPO, если с европейцами, то на европейской бирже будут выход на IPO, они называли название, если честно, я не очень знаю, поэтому не буду вам как бы перевирать, было очень много фактов интересных от управляющих услышанного, название, которое я слышал первый раз. Итак, именно вот просили вопрос, да, чем сейчас, что вы сейчас готовите, вот сказать, что вот у нас есть эта компания, мы сейчас ей плотно занимаемся, хотим в этом году все эти вопросы, как говорится, порешать, и уже в следующем году вывести ее на IPO. 7-8 месяцев этот процесс занимает. Дальше, то есть там была доходность, у них указано, что это 300-500% это минимум, да, на данной компании. Ну или еще, значит, еще работают они сейчас в направлении развития туризма у себя на Каба-Верде, значит, план покупки полного острова, там у них 10 островов, 9 освоенных, 1 освоенной, где очень дорогая земля, как сейчас сказал, что земля стоит 4,5 тысячи долларов за 1 метр квадратный, не сотку, ничего такого, не 1 метр квадратный, стоит 4,5 тысячи долларов. Вот, то есть они сейчас в планах привлечь инвестиций для того, чтобы купить полностью остров и построить там отель, потому что здесь отель строят у них канарцы, с ихними деньгами очень крутые отели, 5 звезд, такие, что Турция отдыхает. Вот у них долгосрочная перспектива на освоение этого острова, постройку отелей. Далее, далее, о, значит, так, по платежным системам вопрос был. Платежные системы, какие сейчас есть, то есть акцент, как всегда, у них делается на свифт, далее вы знаете, что уже включен Акпэй на прием и на выплаты, включен Акпэй на прием и на выплаты, перфектмани и биткоин, то есть это то, что уже есть. Что у них в планах? Они сейчас работают над Тейлером и Сквиллом очень сильно, и Пэйменсом и Азиапэй, это для азиатских стран. То есть вот эти платежные системы, это у них сейчас стоят приоритеты по подключению. Далее было рассказано про пластиковые карты, именно Атлантик Глобал Системенеджмент от Экобанка, от того банка, с которым они работают. Вот эти моменты я постараюсь вам. Не было сказано даты, когда это будет, никто не называл эту дату, говорит, что мы работаем, вы все, кто были, все увидели, что дат не называют, но то, что говорят, то делают, да, то есть обещали Адва Кэш, обещали Акпэй, они включили свифт, обещали до полумиллиона, включили свифт до полумиллиона. Кстати, еще была информация, что сейчас вот здесь свифт от 5000 до 500 тысяч, с одним платежом, но до 5000 они сейчас подключают другой банк, опять же КВ Вердзианский, для того, чтобы принимать маленькие платежи, то есть у вас зависимости от того, какую вы сумму вводите, будут выдавать разные банки, но компания, получающая деньги, это будет Атлантик Глобал, везде у каждого плата будут работать два равных банка, потому что этот банк, с которым они работают, он работает только с большинной суммой. Он не работает с маленькими суммами, там, 290, 270, с этим суммами они предпочитают не работать, поэтому делают отдельную банковскую структуру для маленьких, да, проплат. Когда эти карты можно будет получить, заказать, информации не было, так сказать, ждем. То есть мы, помните, по прошлой информации обещали, что уже будет что-то, 5 октября первая миссия, да, но, возможно, к этим датам мы будем пока ориентироваться. Так, про карты я вам рассказал. Стоимости и всего остального тоже мне говорили, хотя на слайдах было, но почему-то про это не рассказывали. Просто показывали карты по ИНР, но из-за того, что переводчица была вообще никакая, скажем так, умирающая, ничего было непонятно, но были какие-то вот моменты в этом. А, в принципе, это на русском, я не знаю, то ли перепрыгивали, то ли еще что-то, ну, то есть, странно. Не было полностью все рассказывать, да. Так, что еще? Ага, вот, очень важная информация. Опять же, для тех, кто думал на вип-ярте, да, об этом обсуждалось, ну, что спрашивали про документы, про сделки, чтобы можно было подтвердить эти сделки, которые вы проводите и так далее. Значит, там момент такой, как на это все ответили, и что сказать, что да, конечно, у нас люди получают информацию о сделках, но это для вип-клиентов, у которых уже, допустим, инвестиция на миллион, и они хотят больше, 2, 5, 7 миллионов, они прилетают в частном порядке на КБВР, со своими юристами, со своими аутитерами, в течение нескольких дней изучают все документы, сейчас они предупреждают инвестиции под авиакомпанию, конкретно, то есть показывают все документы, проводят роут-шоу, то есть показ всего-всего, всех данных, это все изучается, и для таких клиентов делать такие встречи, полностью показывают документы. Но клиент сначала подписывает меморандум о неразглашении, что нельзя, чтобы такая информация хоть куда-то уходила, и про свои сделки, было сказано, что они работают, и чаще всего с банками и с правительством, и про свои сделки не рассказывают, потому что с ними больше, если они будут выдавать свои сделки, никто с ними работать не будет, потому что они работают на инсайдерской информации, то есть то же самое про вот эти вот самолеты, про авиакомпанию, и многие другие компании, которые называли, они работают на инсайдерской информации, и мы не имеем права, потому что с нами больше никто работать не будет. Также был момент указан, то что включают для себя трейдеров банковских, с которыми заключают договора, и им платят, И никто в этом банке не знает, что с ними эти трейдеры еще работают со сторонней компанией, поэтому это все не выдается, иначе придется содержать очень большой штат, и тогда они выйдут на такую же систему, если не будут работать на аутсорсе, а будут работать как все фонды, тогда доходность будет 10-20 годовых, потому что придется платить деньги и налоги огромному штату людей, и выйдут на этот момент. Но, как было сказано, что когда придут по 3 миллиардам, вот у них эта задача, возможно, туда и будут расширяться, чтобы становиться вот такими вот большими компаниями. То есть сейчас они очень маленькие, их мало кто замечает, да, с их объемом, поэтому у них есть вот этот, за счет мобильности они сейчас выявили. Так, то есть если у вас есть клиенты, был вопрос такой, если у меня клиент хочет на белье, да, то есть было сказано как, что таких желающих, которые заявляют, что он хочет на белье, он очень много, и с ними все ли никто встречаться не будет, то есть есть у них вот предел, да, то есть если человек уже инвестировал миллион, тогда у него дальше есть проходной момент, то есть он уже показал серьезные намерения. Вот дальше может как бы уже заключать большие контракты, ехать, ему будут все это показывать, потому что это показывают управляющие, отвлекаются в свое время вот от этого момента, потому что, как сказал управляющий Андрей Ильич, что они сейчас должны были заниматься именно банками для маленьких платежей и картами, и здесь не было на слайде Visa MasterCard, они тоже подключают, подключают двумя моментами и постом, и оффлайн вводом, то есть забиваемые циферки сами, да, из карты списывается, то есть без пост терминала, работают прямо сейчас над этим, и скоро можно будет проплачивать за MasterCard, мне сказали ничего, сказали, вы нас от этим мероприятием как раз от всего этого дела оторвали, и мы потеряли уже неделю, потому что это не их работа, ездить и рассказывать кому-то, потому что ждать управляющих, сказать, что это не задача, им за это никто не платит, от них совсем другие задачи, совсем другие стоят цели, поэтому он отстерился, грубо говоря, один за всех. Так, про это я вам рассказал, что еще? О, важная информация, вот как раз вся делегация у нас здесь сидит, да, слева направо, видите, 5 человек у нас сидит, да, в делегации. Так, вся делегация, значит, индекс, готовят они новый продукт, тоже не сказали когда, или возможно до нового года запустят, или уже презентуют его прямо на КБВРД, индекс, то есть сейчас у нас вы знаете, что есть только портфели, они готовят новый продукт финансовый, это индекс, который будет как-то собирать информацию со всех данных и выдавать общую доходность, но самое главное, что вы знаете, что сейчас портфели нельзя продать в компанию, то есть нельзя распространять, как так, нельзя перепродать этот портфели кому-то другому, то вот этот индекс, он будет котироваться на бирже по котировкам, и можно будет его перебродать другим партнерам, да, и самое главное, на бирже продать обратно компанию, то есть, грубо говоря, если мы купили на тысячу, захотели там, ну, это я так понял, вот, полностью деталей не было, то есть было просто сказано, что можно будет продавать, потому что когда мы были на закрытой конференции, сказали только то, что будут перепродавать друг другу, вот, но когда мы были на вип-якте, было сказано то, что можно будет компании продать напрямую обратно, на этот индекс лифт достать свои деньги, как бы им никаких вопросов, то есть там, какая будет доходность, непонятно, никто не сказал, как это будет работать, то есть они готовят новый продукт, вот, с такими характеристиками. Поэтому ждем дальше, 23, ага, есть у нас уже, как вы знаете, сегодня первый в нашей структуре портфель ВИП, да, я думаю, в казахстанской структуре, сегодня купленный, с чем всех вас и поздравляю, если раньше мы удивляли человеку, кто на стол, вот, то сейчас есть у нас такие, которые покупают уже под 500, я думаю, этот процесс уже запущен как раз после конференции теми людьми, которые здесь были и получили для себя нужную информацию. Что еще я вам хотел рассказать, тут не все моменты, давайте я включу какой-нибудь вот такой слайд, есть у меня пункты, которые здесь не были оглашены, и что самое важное, и эти пункты очень важны, очень-очень-очень, индекс у нас есть, сейчас я вам найду, скажу вам. Итак, самое главное, был задан вопрос, очень интересный для вас, и вы должны, многие из вас этот вопрос задавали, мне было тоже очень интересно, когда мы плавали на яхте премиум, да, был задан вопрос, мы задали вопрос управляющему, зачем им вот эти маленькие вклады, то есть зачем они продвигают и собирают деньги за счет системы MLM, зачем, зачем им такая система продвижения, где они могут брать крупные деньги у инвесторов, у банков могут брать деньги, ну что всем это интересно, зачем им эти 50-60 миллионов, которые инвестировали в людям за этот год, да, за эти 8 месяцев. Вот, на что был получен ответ, что во-первых, это дешевые деньги, то есть если берется у банка или где-то еще какие-то суммы, то есть практически везде нужен откат денег, это раз. Второй момент, что вот эти суммы, то есть даже был вопрос, почему не отсекают, допустим, не было просто портфеля на 3000 и выше, зачем вот эти 90-270 кому они нужны, что это геморно. На самом деле, что управляющий сказал, что это для нас-то это не геморно, потому что этим всем занимается Квестра Волт. Для финансистов это не важно, они там все цифры, все суммы собираются в один большой пул, и нам не важно, это зашло, зашел миллион или миллион по 90 евро, да, совсем нету для них разницы в этом всем, а это больше геморрой для уже Квестра Волт, но это очень дешевая система привлечения, во-первых, это 50-60 миллионов в этом году, которые они привлекли, потому что мы только про этот год считаем, да, судя из тех бонусов, судя из наших структур, сколько кто отработал, вот поэтому. Момент какой? Что? Во-первых, это приличная сумма, это раз, а самое главное, что за счет вот этого, за счет вот этих клиентов привлекается эта система рекламы, где привлекаются очень большие клиенты, то есть, грубо говоря, как было сказано, что к ним звонят напрямую клиенты с большими суммами, 2 миллиона, 7 миллионов, договариваются о встрече и летят туда, к ним на Каба Верда, в Мадриде бывают, то есть, я так понял, что мы рекламируем их в наших странах, за счет этого узнают, узнают о компании крупные клиенты, связываются с компанией напрямую, не через нас, за счет вот этой рекламы, да, которую мы делаем, и заключают напрямую с компанией контракты, что такие люди не хотят, чтобы их знали, и это очень большие суммы, большие суммы идут мимо, за которые они, компании Крест Робов, ничего не платят, вот, эти суммы идут мимо, не говорили, какие это суммы, умолчали, просто у судьбы сказали, что это очень дешево, так, нас рекламировать, потому что медийная реклама, в журналах, в газетах, на телевизии, еще где-то, это намного дороже, нежели выплачивать вот эти вот, это мы сейчас посчитали, что это 12% с этой суммы, но непонятно, как эти 12% прознаваются, если еще взять те суммы, которые проходят мимо, или которые идут прямо на компанию, когда они не вписываются под нас эти крупные клиенты, а работают на компанию напрямую, вот, это очень какой, был интересный факт, который был озвучен, и это очень дешевая в итоге реклама и привлечение средств, плюс, ну, от себя добавлять не буду, поэтому, то есть, то, что было сказано, то я вам и озвучил, да, дальше, очень был еще большой акцент поставлен на надежности банка, об этом говорилось очень много, здесь вы видите, темнокожий президент, было рассказано полностью систему управления компаний, где президент является политической фигурой и решает вопросы на уровне премьер-министра страны, на уровне консулов страны, на уровне нацбанка, на уровне управляющих банка, экобанка, потому что экобанк, очень про него много рассказали, что это входит в большую, очень огромную сеть банков африканского содружества, и он фактически не может никуда исчезнуть, то есть, очень-очень сильный надежный банк, хотя нацбанк им рекомендовал другие банки, свои реблючки, но они выбрали этот банк, экобанк, потому что он является самым надежным, потому что через него идут очень огромные деньги от нефти, от золота и всяких удобрений ископаемых, вот. Самый главный акцент сделан был, что почему переехали из Испании, потому что раньше был счет на Кипре, как вы помните, счет был где-то в Эстонии, и сейчас они переехали именно полностью на Каба-Верде, почему? Потому что, как было объяснено, и на что очень долго об этом говорили, потому что для многих людей, особенно кто не был на VIP-яксе, или кто не был на закрытой конфиденции, да, то есть для этого не было непонятно, я вам немножко поясню, потому что вы не делаете на это акцент, и не все поняли, о чем же вообще управляющий рассказывал, о чем он говорил. Ситуация следующая, что даже было сказано на конференции, что вот этот инвестиционный фонд Атлантик Глобал Семенеджет открыт там сплощение правительства полностью, и это очень важный факт, потому что, как вы знаете, и мы это обсуждали несколько раз, да, очень большие компании, большие, и выше я буду сейчас называть, вы будете вспоминать, у них проблемы бывают не из-за того, что у них проекты, в которые они инвестируют деньги, не дают прибыль, или что-то с маркетингом связано не то, а потому что они становятся большой занозой у финансовых учреждений местных, которые они хотят, чтобы кто-то привлекал их деньги. То есть, как сказал Игорь Хорст, что в Германии у него есть вклад в банки, и он банку платит за то, не получает проценты от банка, там один-два годовых, а платит за то, что его деньги лежат там. То есть, денег очень много, и очень много моментов таких, когда компания вырастает до большого объема, она становится очень конкурентоспособной, и финансовые структуры не хотят, чтобы она работала, и стараются, как говорится, заблокировать счета и деньги. И то, кто был, не знает такие компании, как ММС или Зик Ревордс в Америке, где были просто заблокированы счета, были заблокированы деньги, где-то правительством, где-то прям просто банками и платежными системами. Таких примеров очень много, после чего компании не выезжают. Поэтому здесь было указано то, что у них именно, так сказать, очень хорошие с нас банком и банком отношения дружественные, и с их разрешения они пришли и сделали вот эту структуру, что, грубо говоря, вопросы решаются за чьи пить и ем в гостях. Поэтому сделан был большой акцент на то, что сейчас, когда они переехали полностью туда, в эти банки, сейчас у них нет вопросов никаких, хотя раньше они в Европе это уже почувствовали, потому что были большие объемы, почувствовали эти вопросы, не хотели все банки отдавать все деньги, придерживали у себя, то есть сейчас с этим проблем никаких нет и не будет. То есть вот самый главный момент, который был рассказан, но они все это поняли, почему-то не все об этом как бы думали. На что нужно сделать акцент? То есть то, что не будет никаких неблокировок, ничего подобного в компании не будет, и поэтому здесь уже бояться нечего с этой стороны, потому что большие компании именно с этой стороны прижимают. Я видел это не раз, я думаю, вы их многие видели тоже, потому что мы когда с представителями Казахстана общались, они тоже вспоминали эти моменты, когда казахстанские компании просто блокировали им какие-то то ли платежные системы, то ли банки им, счета, и на этом все заканчивалось. То есть здесь сделано так, что никто ничего сделать уже не может, даже если хочет, просто не может. Вот в чем самая главная акция. Итак, дорогие мои, давайте я сейчас включу чат, чтобы какие-то вопросы, ну если где-то я может запутанно рассказал, потому что видите, много, 50 минут, запись вебинара будет, поэтому давайте я сейчас ваши какие-то вопросы поотвечаю, где было мутно рассказано, потому что много всего, и за раз уместить все не сильно получается, хочется рассказать, поэтому много информации. Давайте вы какие-то вопросы у меня позадаете, я на них. Значит, юрист так, когда будет виза мастер-карт, непонятно, совершенно непонятно, дат компания никогда никаких не называет, как мы увидели. Подключает по факту и выкладывает информацию по факту. Вот. Так, что значит, что Абакаш уже убрал? Ну-ка, дайте я сам осмотрю, что значит, что вы мне говорите, что Абакаш уже убрал? Ага, точно. Почему-то сейчас не стоит в Абакаш. Странно. Сегодня еще было. Фаундбанк, биткоин, перс, токфей. А, подождите, подождите. Подождите, секундочку, секундочку, секундочку. Есть Адвакаш. Что вы говорите, что убрали? Вот внизу, тут надо прокручивать, есть такая прокрутка, у нас просто очень много платежных систем уже. Вниз прокручиваете, есть Адвакаш Евро, есть Адвакаш ЮСД. Не влите. Вот. Значит, смотрите, по поводу ввода-вывода, сейчас, 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 дайте я... Можно ли кто-то, как-то ссылки на реестре получить? Я думаю, кто-то закинет. Я вам скажу честно, я закидывать не буду. Да, подготовлюсь в следующий раз, возможно, и закинуть. Сейчас у меня их нигде не забито, я еще ничего не вводил, поэтому... Так. Итак, значит, по поводу ввода, ОКПЕ вывод есть и всегда был для тех людей, которые заводили через ОКПЕ. А как показала практика, сейчас вот должны они включить на вывод на банк и вывод на А2Кэш. Это обычно у них идет с задержкой полторы-две недели. Всегда. Вот все, что включали, всегда была такая задержка, поэтому ничего удивительного нет. Так. Ссылку на реестры, заказывать новое. Смотрите, Виктор, по новым договорам вы хотите заказывать, а хотите нет. Нет, это уже как бы дело личное. Ну, так. Так, есть? То, что у меня есть? Так, сейчас. А2Кэша, может быть, но он проговаривает. Вот. У меня теперь подфель на 500 вен и 48 дней. Юристахов. Не знаю почему, про это даже никто не спрашивал. Вот. То есть, пока подфель такой недоступен. Значит, пока не нужен. Так. Вообще присыл. Новые договора присылать будут. Вот. Будут слать и тем клиентам, у которых уже есть договора, и тем клиентам, которые новые. Но будут вначале слать тем, кто пользуется приоритетной доставкой. Я еще в кабинете ее не видел лично, поэтому думаю, как только появится, сразу можно будет слать. Вот. Значит, Женис Астана. Новый договор. Значит, смотрите, как мы уточнили, все финансы из квестра Holdings переехали в Atlantic Global Cinex. Это акционерный инвестиционный фонд с расширенными лицензиями, с выходом далее к своей платежной системе и к своему банку. Все намного мощнее и серьезнее, потому что, как сказали, представители, что в той структуре уже слишком был большой объем денег и не могли так оперативно управлять, как это было сделано раньше, поэтому сделано вот это все разделение и переводы средств именно на КБВРД, в Экобанк. Вот. По получению договора буду слать всем, кто уже был геррифицирован в порядке очередности. Где ваша очередь и когда вы достанете, я не знаю, то есть капитал. Значит, Роза Саханова, значит, момент такой, не смогут, если захотят, потому что находится не в Европе, находится не где-то в Эстонии, не где-то на Кипре, а находится именно там, где политическая власть скажем так, в руках тех людей, которые управляют данной компанией и очень-очень близких отношений. именно только с такой подачей открывались там счета. Вот. И в этом, и на этом вообще очень много акцентов делалось именно на этой вещи, что премьер-министр в очень хороших отношениях с нашим президентом. Президент Антонио Вера Рабайло это политическая фигура, которая решает вот эти вопросы и вхож в открытые во все двери. То есть очень уважаемый человек в стране, бывший министр энергетики. Так. Выложите по-вылу жалостям документы, что давали он там. Ну где-то мы выложим. Сейчас. Про адвокэш, да. Будет работать точно так же, как и вел через этот адвокэш, выводишь на адвокэш. Все правильно. Так. Власть лояль. Чичкова Вера. Если мальчику 16 лет, он может зарегистрироваться, но я думаю, что ему документов никаких не пришлют и верификацию он не пройдет. Наталья Омская. Будет ли преимущество в пользовании пластиковой карты Atlantic Global перед другими платежными системами? Я знаю преимущество только одно. Когда у тебя есть карта от компании, ты идешь в банкомат, снимаешь деньги, не нужно через другие платежные системы гонять землю. Это, во-первых, меньше посредников, это как бы так. Вот. Свободный вывод еще и через биткоин, Роман. То есть, вы немножко неправильную информацию даете. Вот. Плюс внутренний перевод. Вот это свободный вывод. Вообще, без каких-то вопросов. Потому что, если бы вы были на наших академиях, вы бы знали, что это те компании, те платежные системы, которые не контролируются. А все остальные идут по отмыванию денег. Вообще, задавали этот вопрос управляющему по отмыванию людей. А он сказал, что нет, будет чаще всего не отмывание денег, просто они не хотят, чтобы платежные системы друг с другом пересекались и больше денег задержать у себя. Просто такую конкуренцию создают, создают рамки, чтобы нельзя было свободно конвертировать. Вот так вот. Роза, будут ли школы для агентов? Ничего, про это не говорили. Говорили, что будут академии, семинары с участием представителей компаний, с контролем посещаемости. Вот. На 2 кэш тоже вывод под контролем. Конечно же, Сергей Борисенко, там есть карты платежные, и они туда же входят. Так. клиенты, у которых уже есть купленные пакеты, то они получат. Да, Виктор, все правильно. Получат новые договора. Вопрос, когда? Вот. Все правильно. Значит, Петр, почему нет сливки и ввода на вывод? Вот я вам и только что объяснил, что у них всегда задержка полторы-две недели, и было видно это по другим платежным системам. Значит, хорошо, дорогие мои, я думаю, я вам кое-что рассказал, да, много всего, поэтому где-то путается, но есть, как говорится, что самые давайте-таки важные моменты, это новый, вот этот вот, во-первых, знакомство с управляющими директорами, это раз, новый промоушен будет уже совсем скоро, это два, далее лицензии, новые уровни, плюс, вы сказали реально, о чем компания работает, с авиакомпанией, очень много подробного сказали, про платежные системы, информация, про то, как работает компания, то есть, вот, здесь, как бы, много было информации, будут ли подключать другую криптовалюту, ничего не говорили, так, роза у меня спрашивает, вы вышестоящие люди из Казахстана, нет, я не из Казахстана, я с Москвой, но вышестоящие, все правильно, так, все, значит, спрашивали про e-payments, над e-payments работают, сказали, все, спасибо большое, дорогие друзья, спасибо большое, что вы были сегодня с нами, запись будет, пример, портфеля на 500 тысяч, вы видели, поэтому, как говорится, подан пример, догоняйте, догоняйте, хотелось бы, чтобы у вас в струтории покупались такие портфели каждый день, а лучше каждый час, все, спасибо большое, если что-то будет, какие-то вопросы, вы мне потом пишите, я потом сделаю еще один вебинар в следующей недельке, да, потому что у нас готовятся там туры, академии и много всего, не буду сейчас даже вам и голос забивать, все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok